Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну рассказал, что бы он сделал, если бы оказался в одном душе с геем на подводной лодке. «Ну я бы предпочел не ходить в душ с ним, зачем его провоцировать, но вы знаете, я вообще-то мастер под дзюдо», — сказал Владимир Путин. Это самое высказывание — типичная проговорка по Фрейду, свидетельствующая о целом наборе тяжелых комплексов и отклонений у российского президента. Первое. Страх перед другими. Синдром слабого, неуверенного в себе мальчика, который постоянно боится насилия со стороны окружающих и поэтому рассказывают всем подряд, что он мастер дзюдо. Вдруг испугаются и не решатся напасть. Второе. Страх перед собственной латентной гомосексуальной природой, перед своей вытесненной подлинной нетрадиционной в кавычках ориентации. Скорее всего, Путин просто подсознательно боится, что, оказавшись в душе с геем, не устоит перед соблазном. Латентная гомосексуальность, как часто бывает, вытесняется демонстративной гомофобией. Третье. Маньяченко и нацистизм. Путин почему-то решил, что, оказавшись с геем в душе, обязательно спровоцирует его на сексуальное домогательство. Ему даже в голову не приходит, что он, пожилой, потрепанный жизнью мужчина, может быть кому-то совершенно неинтересен. Только патологически озабоченный человек может не понимать, что люди, вне зависимости от сексуальной ориентации, обычно просто моются в общественных душевых, хоть и даже в подводной лодке, не обращая внимания на окружающих. Сам-то он так, конечно, не смог бы. Он считает, что геям все равно, кого иметь и с кем быть. То есть Путин считает, что секс в душе неизбежен, женщина-то или мужчина. То есть, если гей, то готов всегда и с любым. Сторона отношений и чувств подполковнику неведома. Продолжение следует...